МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Несмотря на воскресенье, мы продолжаем работать для вас в студии Светлана Лач. Это информационная программа «День». Сегодня на Ставрополье день выборов. Жители 18 районов края определяют, кто войдет в состав местного самоуправления. Всего в регионе предстоит избрать 53 главы и 736 депутатов представительных органов власти. Средняя явка по краю к настоящему моменту превысила 20%. В общей сложности на участки пришли более 62 тысяч ставропольцев. Наиболее активно пока проявляют себя жители Арсгирского и Новоалександровского районов. Там свой выбор сделали уже больше половины зарегистрированных избирателей. Хорошие показатели появки у Благодарненского и Курского районов. Они до планки в 50% не дотянули совсем немного. В власти избирательной активности Степновский, Буденновский и Георгиевский районы, а также Есентуки. Кстати, в Есентуках завершается одна из самых масштабных компаний региона. Местные жители выбирают новый состав Совета города-курорта. И в информационном плане эти выборы проходят особенно остро. Периодически всплывает информация о различных нарушениях. Например, на сайте организации «Голос» указывалось, что на одном из участков не были опечатаны урны, а на книгах со списками избирателей отсутствовали подписи членов избиркома. Но, как сообщает новостной портал «Победа-26», после проверки информация не подтвердилась. Об этом рассказали члены участковой комиссии, наблюдатели, которые находятся непосредственно на участке. Ход голосования там контролируют представители всех участвующих в выборах партии. О том, что выборы проходят спокойно и без нарушений, сообщили и в территориальной избирательной комиссии «Сентуков». Чтобы проверить информацию о возможных нарушениях, мы связались и с жителями города-курорта. Все сходятся в одном – выборы проходят честно. В целом, по словам наблюдателей, нормально, спокойно. В школу организовали небольшой концерт. Вроде все счастливы, довольны, в хорошем настроении. С самого утра на избирательных участках в «Есентуках» работают и наши журналисты. Они подготовили сюжет о ходе голосования. Даже несмотря на пасмурную и дождливую погоду, на выборы в «Есентуках» люди начали приходить сразу после открытия избирательных участков. Первыми, по традиции, исполнили свой гражданский долг пенсионеры. Выборы в «Есентуках» – одни из самых масштабных в крае. Почти 68 тысяч горожан должны определиться составом Совета депутатов Пятого созыва. И, следовательно, определить и дальнейший вектор развития своего города. Для «Есентуков» сегодня очень важный день. Потому что от работы Совета города будет зависеть дальнейшая судьба нашего города. Я ожидаю только одного – что максимальное количество наших горожан примут участие, выскажут свое мнение. И таким образом мы сформируем работоспособный, легитимный Дума – Совет города. На всех 28 избирательных участках за выборным процессом внимательно следят наблюдатели от партий и общественных организаций. Но даже несмотря на такой тотальный контроль, в первой половине дня ни одного нарушения зафиксировано не было. «У меня нет такой информации, чтобы были какие-то нарушения. Я надеюсь, что их не будет. Очень хотелось бы, чтобы все прошло в законодательном поле». Наибольшая избирательная активность на участках ожидается ближе к вечеру, когда обычно голосуют люди среднего возраста и молодежь. Александр Григоров, Ставропольское телевидение. Сразу 10 избирательных участков открыты для голосования в Кочубеевском районе. Жители Казминского сельсовета выбирают только главу, а избиратели Усневинского и Балахоновского сельсоветов – еще и депутатов местной думы. Насколько активно жители района ставят галочки в бюллетенях, узнавала Ирина Юревич. Сегодня жители Кочубеевского района выбирают тех, кому доверят власть на ближайшие пять лет. В селе Казминском на избирательном участке номер 610 выборы главы сельсовета начались ровно в 8 утра. До открытия, как и положено по закону, все урны были проверены и опечатаны, рассказывает председатель участковой комиссии в селе Казминском. Она отметила достаточно высокую активность избирателей. Только за первый час отдать свой голос за кандидата на пост главы сельсовета пришли более 50 человек. У нас зарегистрировано на территории 2134 избирателя. Досрочно проголосовали 34 человека, а на выезд у нас написано 54 заявления. Переносную урну для голосования тоже подготовили, и члены комиссии отправились к тем избирателям, кто самостоятельно не смог прийти на участок. На территории Кочубеевского района сегодня открылись 10 избирательных участков. На одном из них, в селе Остневинском, побывала полномочный представитель губернатора Ставропольского края Наталья Образцова. Полпред выполняет поручения Владимира Владимирова, проверяет подготовку участков для избирателей и наблюдателей и следит за ходом выборов. Действительно организовано все достойно, что условия для избирателей созданы, в принципе, и все в соответствии с нормами действующего законодательства. В селе Остневинском избирателей и вовсе немного, чуть более 500 человек. До полудня успела проголосовать почти пятая часть жителей. На этом же участке появился и глава администрации Кочубеевского муниципального района. Он рассказал, что день тишины накануне выборов прошел без происшествий, и были приложены все усилия, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процедуры голосования. Во-первых, мы постарались так, чтобы была информация как максимум, постарались поработать над участками. Есть все телефоны, которые на сегодняшний день работают, избирательные комиссии работают, телефон в режиме по любой жалобе. Если вдруг какие-то будут эксцессы, чтобы могли обратиться, все это в доступе. Подсчет голосов начнется вечером, сразу после закрытия избирательных участков. И уже завтра утром станут известны имена 20 депутатов и трех глав сельсоветов района. Ирина Юрьевич, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение. Итак, сегодня в единый день голосования состав местных органов самоуправления определяют и в небольших селах, и в довольно крупных городах. В Буденовском районе происходит и то, и другое. Избирательные участки здесь открылись в районном центре, а также в пяти сельских муниципальных образованиях – Архангельском, Толстого-Босюковском, Томузловском, Терском и Стародубском сельсоветах. На избирателях лежит большая ответственность – выбрать четыре главы и 72 депутата. О том, как проходит голосование в самом Буденовске, расскажет Алиса Вартазарян. Василий и Инна Улыбаевы на выборы ходят всегда. В этот раз супружеская пара привела с собой дочку Лизу, чтобы на собственном примере показать, как важно не оставаться в стороне, когда решается судьба родного города. Активная жизненная позиция. Я думаю, что ребенок с малых лет должен понимать, что не отдав свой голос за определенного человека, который делает добро и который помогает жителям нашего города, не научится вести себя адекватно и правильно выбирать нужные вещи в своей жизни. Особенно активные люди старой закалки, как они сами себя называют. Вот Валентина Ивановна, к примеру, не только сама регулярно ходит на выборы, но и агитирует всех соседей и знакомых. Мы обращаемся к депутатам. Иногда нам помогают депутаты. Поэтому я иду сделать выбор свой, чтобы если могла обратиться, нам помогли. Гражданский долг, во-первых. И во-вторых, это же обязательно надо. Как? Кто за нас будет решать вопросы? Всего в Буденновске открыт 21 избирательный участок. Зарегистрированы 58 кандидатов в депутаты. Так что выбор у людей есть. Остается только прийти и проголосовать. И с этим у жителей Буденновска проблем нет. С самого утра избиратели продемонстрировали большой интерес к выборам. Примерно идет голосование на уровне активности, на уровне выборов от губернатора в прошлом году. Все участковые комиссии, территориальная комиссия, все подготовились. Голосование идет в соответствии с законодательством нашим. Нарушений никаких нет. Алиса Вартазарян, Ставропольское телевидение. Голосуют и в Михайловске. Правда, не все, а только жители одного из одномандатных округов. Им предстоит выбрать депутата на вакантное место в городской думе. Вызвала ли интерес у горожан такая выборная кампания? И что происходило на участках в первые часы после открытия, узнаем из материала Павла Яндавицкого. Нина Лебедь пришла на участок самой первой. Пенсионерка собралась ехать в гости к дочери Ставрополь. Но личные дела не повод отказываться от исполнения своего гражданского долга, уверена женщина. Во-первых, я старой закалки. Мы очень послушные, наше поколение. Во-вторых, это положено, мы гражданский долг. Я обязана прийти и проголосовать, чтобы наши дети и внуки жили лучше, в хороших условиях. Я за этим и пришла. Я надеюсь, депутаты помогут. Выборы здесь небольшие. Необходимо заполнить лишь одно вакантное место в городской думе. Работать народному избраннику предстоит всего год. Следующей осенью в городе переизберут всех местных депутатов. Но относятся к голосованию избиратели серьезно. Еще бы, ведь многие пришли поддержать тех, с кем знакомы лично. Я вам должен сказать, что я одного из кандидатов хорошо знаю. Наша Шпаковская, она здесь родилась, на моих глазах росла. С высшим образованием, родителей хорошо знаю. Так что тут... Участок в Михайловске оборудован каибами, электронными урнами для подсчета голосов. Несмотря на относительно небольшие масштабы выборов, здесь рассчитывают на высокую явку. В окрестном частном секторе живет много сознательных и активных пенсионеров. В списках избирателей почти две тысячи человек. Более ста из них проголосовали досрочно. Еще примерно столько же не смогут прийти на участок из-за состояния здоровья. И сделают свой выбор на дому. У нас район очень активный. Этот участок, он всегда активен. Меньше 50% у него не было явки на этом участке избирателей. Поэтому мы ожидаем явку хорошую сегодня. Несмотря на небольшие масштабы избирательной кампании. Проголосовать могут и люди с ограниченными возможностями. Участок оборудован пандусами. Также хочется отметить уровень обеспечения безопасности. Здесь дежурят полицейские, есть рамка металлоискателя. Стражам порядком помогают местные казаки. Павел Лендовицкий, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение, Шпаковский район. Весь день данные о ходе голосования поступают на телефон горячей линии, организованной общественной палатой региона. Любой желающий может позвонить и получить консультацию опытных юристов. А также пожаловаться на нарушение. Сегодня она начала работу в 8 утра. С момента открытия избирательных участков. До обеда на нее поступило только одно обращение. Завоинивший просил разъяснить порядок проведения голосования на дому. По мнению специалистов, все это говорит о спокойном, ровном ходе выборов. Между тем, эксперты общественной палаты дежурят на линии посменно. И вот свежие данные к этому часу. Обращений вот за истекшее время новых не поступало. По старым, которые были, мы проводим работу. Ну, кроме того, как бы постоянно держим связь с ГУВД, с МЧС, с избирком, пока никаких таких тревожных вещей нет. Обстановка нормальная была получена. Можно было только сказать, что как бы увеличилось сегодня количество голосующих. Если на 10 часов было 4%, сейчас уже около 12%. То есть темп возрастает. Напоминаем, телефон горячей линии общественной палаты края 8 800 100 26 16. Важную информацию о ходе выборов и данные о возможных нарушениях вы также можете сообщить по номеру нашей новостной редакции 333 020. И к нам в редакции уже поступило несколько обращений. Среди них жалоб нет. Зрители рассказывают о том, как проходит голосование в их родных населенных пунктах. Некоторые даже присылают видео. Так Николай Юдин из села Новозаведенного Георгиевского района рассказал, что на выборах местным жителям скучать не пришлось. И поделился впечатлениями. Мы сегодня выбираем депутатов по своему округу и главу администрации. Первый раз у нас эти выборы прямые. Раньше депутатов выбирали, а они выбирали из своего корпуса главу. А теперь мы прямым голосованием выбираем. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Но я думаю, что может быть ближе к народу будет так глава администрации. Могут потом с ним спросить, что мы тебе выбрали, давай отвечай. Ну, массовость большая. Концерты мы сейчас только для избирателей ставили. Людей было много. Сейчас вот даже стоят около кабин, осень здесь ждут. Но люди активно. Вову хотят выбрать. Кстати, как сообщает портал Победа-26, избирательные участки Георгиевского района посетила заместитель председателя правительства, министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. Правда, она первым делом отправилась в соседний с новозаведенным населенный пункт село Обильное. Там на участке в местном Доме культуры числятся 2500 избирателей. Их спокойствие охраняют казаки и полицейские. На участке организовано несколько пунктов поездной торговли. Прошел концерт детских коллективов Дома культуры. Еще одни зрители, приславшие нам видео, семья Афанасьевых из поселка Терского Буденновского района. После того, как супруги проголосовали, они рассказали нам об обстановке на избирательном участке. Сегодня мы с семьей пришли на выборы, которые проходят у нас в поселке Терском. Мы выражаем свою позицию на этих выборах. Мы хотим избрать достойного кандидата на главу муниципального образования. Ради того, чтобы не было практично, появлялись рабочие места, появлялись детские пещеры. Появились места для проведения докторов в Малайске. Очень большой был наплыв людей. Люди стремятся, хотят все-таки извиниться, что-то переделать, что-то поменять. На этом наш выпуск завершен. Сегодня за ходом голосования весь день следили журналисты СТВ и я, Светлана Лач. Но, конечно же, журналисты телекомпании СТВ продолжают держать руку на пульсе. И всю информацию о завершении единого дня голосования, а также о подсчете голосов, смотрите завтра на телеканале СТВ. А также на краевом портале Победа-26. Делайте свой выбор и обязательно получайте больше поводов для того, чтобы гордиться своим выбором. Всего доброго, оставайтесь с нами.